Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Все меньше дней остается до нового года. Мы понимаем, что с каждым часом сейчас, чисто теоретически, на рынках все меньше и меньше трейдеров и инвесторов, потому что многие из них уже, друзья, на новогодних выходных каникулах, скажем так, поэтому в целом ликвидность будет становиться все тоньше и тоньше. И, с одной стороны, это, конечно же, причина, по которой волатильность также будет затухать. И из-за этого настроение для тех трейдеров, которые все-таки ждут какие-то мощные движения, если волатильность, естественно, и останется сдержанной, будут не очень. Но на другой чаше весов, как бы факторов того, что за рынком нужно продолжать наблюдать, остается то, что на низко ликвидном рынке даже незначительного фундаментального фона. Новости, комментарии, даже каких-то подробностей относительно омикрона, который приходит фактически каждый час на рынок, какие-то новые данные, свежие цифры, актуальные цифры. Этого может быть достаточно, чтобы радикально изменить рыночные настроения и спровоцировать мощную динамику. Поэтому сейчас, друзья, вы должны еще раз все вспомнить про то, что такое правило риск-менеджмента, что такое управление капиталом. Если вы никогда не ставили стоп-лоссы, я рекомендую, если вы торгуете в данный момент времени, в последние дни уходящего года, это все-таки делать. В целом, на финансовых рынках настроения на текущем этапе остаются прежними. Мы следили с вами за индексом доллара, за американской валютой, рассчитывали на то, что доллар должен прорваться выше уровня сопротивления того узкого диапазона, в котором консолидируется продолжительный период времени, выйти выше 97 пунктов и уже, опять же, показать всем характер и амбиции, ожидания, собственные цели, движения еще выше. Я думаю, что это произойдет уже в самом начале 2022 года, потому что у доллара, по сути, только одна дорога сейчас – это расти. Поскольку чем хуже будут обстоять дела с омикроном, тем больше ставок будет делаться на доллар, как на защитный актив. Чем лучше будут обстоять дела с омикроном, тем больше будет уверенности у Федеризерва, что они все правильно делают, двигаясь в сторону ужесточения монетарной политики. По поводу политики ФРС, я надеюсь, друзья, вы все прекрасно знаете, что и как там будет дальше, потому что я уже миллион раз вам говорил о том, что ФРС вот-вот свернет программу количественного смягчения и повысить процентную ставку в рамках года. Причем это будет не однократное повышение ставки. Возможно, даже мы увидим три роста краткосочных ставок, может быть, и даже их больше. Все зависит от показателя инфляции, которая на текущем этапе остается на максимум больше, чем за 30 лет. Хотя ранее, когда мы разбирали с вами данные по индексу расходов на личное потребление, мы предположили, что если растет индекс, опережающий индикатор роста инфляции, то, скорее всего, инфляция, индекс потребительских цен в США также остается на многолетних максимумах. И в декабре, то есть декабрьские цифры мы будем разбирать с вами в середине января. Практически 100% уверен, что рост инфляции будет продолжен, инфляция выйдет на новые многолетние максимумы. И ФРС еще раз нам всем напомнит, почему политика будет теперь более жесткая, чем раньше. Кстати, индекс доллара уже растет в 96.20, хотя, наверное, если быть реалистом, не стоит называть небольшое восстановление ростом. Но я рассчитываю на то, что все начинается с малого, друзья. И вот этого шага достаточно будет, чтобы поддержать большую тенденцию дальше и поспособствовать росту индекса еще выше. Сегодня на повестке экономического календаря, ну, как вы наверняка знаете, я думаю, что каждый трейдер, который интересуется новостями, в начале недели смотрит на экономический календарь и знает, что эта неделя практически полное отсутствие важных событий. Оно и понятно, все на выходных уже, друзья. Ну, если вам интересно, в 18.30 в московском времени сегодня выйдут данные по запасам нефти в США. Нефть сейчас показывает удивительную динамику, очень мощный рост вопреки всему, собственно, так же, как и для американского фондового рынка. Вчера почти максимум по бренду был 80 долларов за баррель. Конечно же, есть уже новости, которыми пытаются объяснить этот рост. Я считаю, что это крайне сомнительное фундаментальное основание, эти те причины, факторы, которые называют. Ну, кому интересно, могу их озвучить. Это якобы поддержку ценам оказали обещания Народного банка Китая. Ну, Китай, да, это ключевой импортер нефти. Что в случае ухудшения ситуации с омикроном, китайский регулятор будет активно поддерживать экономику. Ну, мне кажется, ежу понятно, что регулятор в случае ухудшения ситуации экономической будет обязан поддерживать экономику. Причем любого региона. Ну, видимо, в этом нашли достаточный повод для роста цен на нефть. Вторая причина. Это сообщение Блумбер, которое процитировали министра нефти Саудовской Аравии. О том, что из-за недоинвестирования в сектор энергетики в конце этого десятилетия спрос на нефть превысит предложение больше, чем на 30 миллионов баррелей. Я, вы знаете, с этим отчасти согласен, что спрос будет превышать предложение нефти, поскольку очень серьезная просадка по объему инвестиций. И через несколько лет мы увидим, что отсутствие достаточного количества производственных мощностей станет причиной более низких объемов добычи. Ну, это все разговоры ближайших лет, друзья. Не сегодняшнего дня, не будущей недели, а сейчас самая актуальная тема – это влияние микрона, который я и далее рекомендую вам пока что не списывать со счетов. Нужно подождать еще немного, друзья. Давайте поваримся в этой теме еще вот в начале 2022 года, то есть в первых неделях января. Потому что первые недели января – это период после праздников, если действительно именно массовое скопление людей, совместные праздники привели к тому, что вирус распространялся бы, то мы это увидим уже в цифрах и данных. И тогда уже сделаем выводы о реальных показателях госпитализации, о показателях летальных исходов, о том, опасен ли омикрон вообще для мирового экономического роста и для спроса на нефть. Но сейчас выводы делать рано, поэтому если вам интересна моя рекомендация, в рынок нефти лучше не лезть. Но если вы хотите купить, друзья, нефть, то точно не используйте в качестве факторов поддержки для этого актива те новости, которые я сейчас вам озвучил. Потому что, на мой взгляд, рынок ошибается, что именно они стали движущей силой того роста, который мы наблюдали. Скорее всего, это просто активность крупных игроков на низколиквидных сессиях, которые не имеют ничего общего к реальному фундаментальному фону. 4 января, кстати, состоит заседание ОПЕК. Вот тоже будет интересно посмотреть, что думают эксперты ОПЕК относительно будущих показателей спроса. Ну, это уже, опять же, разговоры января. По остальным активам все без изменений. Евро против доллара сейчас снижается на фоне укрепления курса американского доллара. Новые ограничения, друзья, введены во Франции и в Испании. Ну, практически уже в каждой стране ЕС. Британская валюта замедлила рост 1,3427. Я думаю, что с летом за евро также будет снижение и здесь. Все зависит от того, как бодро будет дальше расти американская валюта. Биткоин, как я ожидал, снижение продолжается. В целом уже ниже 48 тысяч. Цели 40 тысяч. Это цели на ближайшие дни, потому что я думаю, что рынок криптовалют может преподнести негативный сюрприз прямо в ближайшей сессии всем криптоэнтузиастам. Очень надеюсь на то, что вы сейчас правильно оцениваете перспективы биткоина и находитесь в верной позиции рынка. За золотом мы также следили, друзья. Покупали его. Вчера был хай 1820 и опирались на индекс рыночных настроений Кайман, который показывал, что большинство золота шортит. И мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Были правы, золото действительно выросло. Но сейчас откатило в район 1806 долларов за тройскую функцию. И изменились показатели индекса рыночных настроений. Сейчас практически баланс, друзья. При балансе трудно принимать решение о том, как действовать. Потому что, по сути, нет толпы и меньшинства. Я рекомендую вам, если вы покупали, фиксировать золото. Если, опять же, не открывали сделки ранее, не делать это и сейчас. Ну, а если кто-то из вас сохранит все-таки ланги и дальше, то, друзья, удачи вам. Я думаю, что есть еще потенциал увидеть золото повыше. Но я лично в этой сделке участвовать уже не буду. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока.